Приходишь в банк, они говорят, так у вас молодая компания. В банке у них своя политика. То есть так же тут развивается коррупция, что ли, получается так? Силовой метод здесь не работает. У меня был товарищ, он открыл счет за две недели. Странно, что вы знаете, что он открыл. Приехала полиция, приехал управляющий, и ему открыли счет. А у банка есть обязательство открывать счета? Никто не может меня обязать и вас обязать. Это такая победа на самом деле. Другой банк мог бы просто вышвырнуть, искать наше внутреннее решение. Здесь, если вы так конфликтуете, то вы сами нарветесь. Доброе утро, меня зовут Аркадий. Я занимаюсь поставкой строительной техники и оборудования в Российскую Федерацию. У меня вопрос по поводу открытия счетов. В апреле компании будет уже год. Я своими ногами прошел порядка шести банков, начиная с ADCB, NBD и так далее. В двух банках я открыл расчетный счет личный, физического лица, ровно за два часа. Мало того, в NBD мне еще и карточку дали на 45 тысяч кредитную, без обеспечения, без депозита и так далее. Но то, что касаемо открытия счета юридического лица, приходишь в банк, они говорят, так у вас молодая компания. Я полгода ходил, прихожу в тот же банк, Шарджи Исламик Банк. Они говорят, так как, у вас компания уже больше полгода. Я говорю, вы что, издеваетесь над людьми? Вот буквально у меня был товарищ, он открывал еще компанию для другого вида деятельности. Он открыл счет за две недели буквально. То есть вот абсурд в чем? То есть также тут развивается коррупция, что ли, получается так. И видел одну такую ситуацию, которая происходила с российским бизнесменом, который пришел в NBD в 11 часов, ушел оттуда в половину шестого. Туда вызвали полицию, и он сказал, я не уйду до тех пор, пока вы мне не обоснуете, почему вы мне не откроете счет. Приехала полиция, приехал управляющий, и ему открыли счет. Это реальный случай был. Без всяких депозитов, каких-либо там предоставлений, каких-то документов, выписок там с российских счетов, он говорит, у меня нету российских карточек, я не пользуюсь российскими банками, я хочу открыть счет, вот у меня компания, перестаньте заниматься футболом. И ему открыли счет. То есть получается так, что ли, нужно действовать? Давайте, вот отвечая на ваш последний вопрос, банки, у них своя политика. Да, эта компания, она может открыть, может не открывать, если вы соответствуете требованиям. Вообще, банк может любую информацию запросить, которую сочтет нужным. Поэтому силовой метод здесь не работает. Это то же самое, как если бы кто-то нам пришел в клуб персонал Нонграда, мы не хотим, мы не хотим риски, кого-то сюда запускать в наш клуб. А он приходит и говорит, я ничего и не уйду, я вызову полицию. Странно, что вы знаете, что он открыл, может он и не открыл, а может он открыл, ему закрыли. И вообще ни один банк не откроет без выписки с банковского счета. Есть правило, это не то, что он, банк, обязан всем открывать без исключения. Это коммерческая организация, у банка свои риски. Я юрист банка, я работала 11 лет в банке, поэтому я удивляюсь вот этой ситуации, что меня как банк может прийти, полицию вызвать. Я испугалась, открыла. Нет, быть такого не может. Он вызвал банк. А, ну конечно, ну конечно он вызывает банк, да. Он вызвал и говорит, ну а закончился рабочий день, человек не уходит. Человек говорит, я не уйду, пока не откройте мне счет. Они говорят, мы не в правиле, тогда вы должны мне обосновать, почему вы мне не открываете счет, я устал ходить. Я осуществляю коммерческую деятельность, мне нужен счет. То есть приходишь с документами, у вас новая компания, и у вас априори не может быть банк-стейтмент. Правильно? Ну как, откуда он у вас может взяться? А банк спрашивает банк-стейтмент с вашей стороны? Я не пользовался, вот верите, да, я последние три года вообще не пользовался. Я верю, есть такие единицы людей, да. Я банку говорю, у меня нету банк-стейтмент. Я говорю, я закрыл три года назад, мне никто не даст банк-стейтмент за три года, когда я пользуюсь. Вот смотрите, Аркадий, отвечая на ваш вопрос. Как банку, да, вот как мне, например, как банку, знать, что вы надежный, интересный клиент для меня, если вы три года не пользовались банковскими услугами, что-то вдруг вы пришли ко мне, и вдруг вы начали пользоваться. Если как банк я буду открывать таким лицам, которые не пользуются банковским счетом, у меня скопится портфель неблагонадежных, вообще неактивных счетов, а это снижает рейтинг банка. Поэтому здесь ничего лично против вас у банка нет. Здесь есть политика банка привлекать интересные портфели. Как ему иначе узнать, что этот клиент интересен мне будущим, если он в предыстории не может показать, что у него большой оборот? Как иначе узнать? Тоже вы резюме же спрашиваете у работников, когда... Я более узко поставлю вопрос. Когда вы приходите в банк, даете только лицензию, как банк на основе того, что увидел банковский офицер, может принять решение за или против? Он посмотрел лицензию, нет, мы не открываем счет. Единственное, за 8 месяцев, где у меня попросили документы и дали мне заполнить анкету, это Абшаджа Исламик Банк. Остальные просто... Вот вы и себе, я прихожу, я говорю, я вот вашим банком пользуюсь, у меня приходит заработная плата, откуда-то я ее беру. Опять же, абсурд. Нету счета в компании, заработная плата приходит откуда-то, да, потому что я ее иду, сам кладу через Алян Сарик, она приходит. Но это же бред. Главное, банк мне дает как физическому лицу, дает еще необеспеченный кредит. Аркадий, смотрите, я столкнулась ровно с такой же ситуацией, когда это было несколько лет назад, когда сюда был большой наплыв граждан Российской Федерации, у вас РФ, да, паспорт. Помните? У банка тоже есть уже наработанные шаблоны. Если видят, что паспорт гражданина РФ, если видят какой-то определенный вид деятельности, рисковый для них, они не открывают. То есть есть фризоны, вы же знаете, что фризонам тяжело открывают, потому что фризоны, как правило, это люди, которые визу сделали и не собираются дальше работать с этим счетом. Поэтому очень много у них своих критериев, когда они видят, и это их право. Они могут вас отправить, не откроем. Или же сразу возьмут у вас документы, будут вас мурыжить две недели, месяц, а потом скажут, отказали. Ну и все. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Мы с супругой открывали две компании в одно время. Вот у нее сейчас тоже заканчивается лицензия в Африке. У нее маркетплейс, который работает на рынок Дубая, в Ейте там и так далее. Ей тоже не открыли счет. Вот у меня тогда вопрос, как сделать правильно сейчас, в данный момент, для того, чтобы пойти и спокойно открыть счет. То есть закрыть компанию в Африке, словно говоря, вот в апреле заканчивается, не продяйте лицензию, пойти открыть ММВ, правильный, с офисом, с офисным телефоном, и тогда пойти открывать счет. Это будет правильное действие? Смотрите, да. Если мы говорим, как профиль компании, она будет более привлекательна. Во-первых, LLC, во-вторых, у вас будет реальный офис с работниками, когда они еще пройдут, придут, проверят. Но есть большое но, Аркадий. Имейте в виду, что здесь, вот когда вы говорите, одному открыли, мне не открыли. Он же еще личность смотрит человека, то есть его бэкграунд, его личный счет. Даже с паспортом РФ, даже, в принципе, он может пойти, если он показал в своей стране огромные обороты бизнеса, пришел сюда, и сразу на банковский счет, да, не с удовольствием. Я более того скажу, даже санкционного банка приносишь счета, они говорят, а, окей, но они не примут его официально, но неофициально они видят, что, ого, какие обороты, но ты как их сюда завезешь? Ну, я, говорит, открою в несанкционном банке, а, окей. То есть ты сможешь нам эти обороты сюда переложить? Без проблем. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, вы гораздо более сделаете привлекательной для банков компанию, но еще есть ряд других факторов. Это ваша личность, как инвестора, как клиента банка. Они будут еще смотреть, я не знаю ваши личные счета, какие обороты. Если вы уже сейчас об этом задумаетесь и будете на свои личные счета, действительно, ну, официально, чтобы это было подтверждено, будут приходить реальные деньги там. Вы, например, даже можете сделать себе фриланс-визу сейчас и пользоваться своим личным счетом и показывать большие обороты. Тогда у вас будет, как бы, реально коммерческий фриланс-виза. Вы получали, как фрилансер, большие деньги, и вы покажете банку более привлекательные истории. Майя Ирмана, поделись опытом. Как ты помогаешь людям, вот в каких ситуациях, открывать счета? Я юрист. Я могу только подсказать ему, где что вот правильно сделать, но я не работник банка. Я обычно даю контакты разных. Вот иди, вот этот тебе скажет, этот скажет. Вот вы там сами договариваетесь, о чем там, как, я уже туда не лезу. Я понимаю, что я вынужден уже там сделать, потому что мне нужно работать, да? Но принципиально не получается. Принципиально я потратил 8 месяцев, ноги стер до ушей, и ничего не происходит. В продолжение предыдущего вопроса, а у банка есть обязательство открывать счета? Наоборот, я сказала, что у банка нет обязательства открывать счета. Ну да, просто для меня это вот история, которую рассказали про то, что человек сидит в банке, ему все-таки открыли. Да, мне тоже это кажется. Это такая победа на самом деле, потому что другой банк мог бы просто вышвырнуть, искать наше внутреннее решение. Просто банк не обязан отвечать. Вы на нас наговариваете, если хотите, я вам буду доказать. Не, он красавчик, безусловно, потому что банк может сказать, что согласно внутренней политике, а какая внутренняя политика, мы вам не обязаны раскрывать. Он правильно сказал. Есть регламент банка. Я работал с банками России, у каждого банка есть свой регламент. Я не пришел, и он не пришел у банка попросить кредит, денег. Он же не попросил. Где уже тогда работает регламент банка? Они могут сказать, мы вам отказываем без объяснения причин. Но банк не имеет права отказать в открытии счета без обоснования причин. Имеет. Имеет право. Имеет. Смотрите, кто не имеет права. Это органы телекоммуникации, ну как вот, теплоснабжение. Это монополисты не имеют права отказывать. Мы здесь просто автоматом подписываемся. К нам идет кондиционер, вода. Это источники жизнеобеспечения. А коммерческая организация банков, когда у вас более 30-40 банков в стране. Вот вы банк, вы откройте свой банк. Вот я хочу у вас обслуживаться. А вы не хотите принимать вообще вот по каким-то своим внутренним конфиденциальным нормам таких граждан, как я. Никто не может меня обязать и вас обязать продавать строительные материалы. Вот вы мне хотите, а я хочу. А вы мне говорите, я не хочу с тобой работать. Там пошла конфликтная ситуация со стороны банковского сотрудника. Он себя неправильно повел. У вас российский паспорт, дай сюда. Вы знаете, Аркадий, здесь скорее всего его ошибка. Вы правильно говорите, что он себя неграмотно повел, потому что он мог бы взять эти документы и просто официально ему ответить. Официально ему за подписью руководства ответить? Отнес в кабинет, повозил и сказал, знаете, мы вам отказываем по причине какой-то, ну условно говоря, надуман. И тем более, знаете, в этой стране еще такой же нюанс, здесь не привыкли к конфликтам. Здесь, если вы так конфликтуете, то вы сами нарветесь. Это хорошо, полиция пришла, она тоже не ожидала, что сказать. Могли забрать. У меня были клиенты, они говорят, мы в шортах стоим перед рестораном. Их отказались принять, они начали, они были в подвившем состоянии, их полиция забрала, на них кейс открыли. Они там с такими глазами прибежали, а о чем мы плохого сделали? Я к тому, что вы так же в банк ломились. Я хочу быть вашим клиентом, мне все равно, я вот в шортах, но я пойду. Вот примерно такая же ситуация. Но верно вы говорите, что он неправильно сделал, вот работник. Вопрос про то, что у нас же сейчас санкции. То есть, собственно, вот эти все вопросы, связанные с открыванием счетов, первым зарегистрированных на российских граждан, в этом же, наверное, проблема. Они же боятся, что, собственно, в банке, в том числе, что деньги будут заходить на компании, в среде России. Да, все верно. Вот, так, наверное, в этом и причина, а не просто в какой-то формальности и так далее. Так, это не формальность, а это все, о чем я до сих пор говорила, это и есть вот эти требования, скрининг. То есть, смотрите, чтобы вы понимали, Эмираты, здесь полностью страна, она коммерческий, как бы бизнес-государство. И оно даже лимитирует для определенной категории граждан визы. Лимитирует возможность открыть определенного рода бизнес, заехать в страну, заниматься чем-либо. Такие виды деятельности, например, открытие школы определенное время лимитировали, открытие real estate бизнеса лимитировали. Это обычное регламентирование политики миграционной страны. Поэтому здесь, когда вы на себя берете и начинаете злиться, нужно просто понять, что здесь не лично вас касается, вы просто попали вот в жернова политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова